Привет, друзья, это Мамедыч, и сегодня у нас кое-что интересненькое. Врачи иногда похожи на географов или даже на мореплавателей. У тех есть глобусы и карты, но если за глобусом, конечно, в пути не очень удобно, то большинство мореплавателей пользуются картами. Врачам же, нам же, заменяют карты картинки КТ или МРТ. Но в отличие от атласов и карт на МРТ и КТ ничего не подписано. И как же с этим справляются врачи? Как понимают, где нужное место? Особенно если это касается операций. В том числе, как соединить клинику, которая есть у пациента, и снимки КТ? Связано ли это с той или иной патологией, которая находится в том или ином месте? Как правильно читать компьютерную или магниторезонансную томографию? Все это, мне кажется, очень и очень интересно. Сегодня я посвящу вас в эти так называемые тайны, например, неврологии или нейрохирургии. А еще расскажу вам о том, как Микки Маус или Дарт Вейдер помогают нам в этом нелегком процессе. Ну а перед этим хочу порекомендовать тем, у кого стальные нервы и кому уже за 18 лет, интересный канал, где поблюдаются кадры без цензуры из мира медицины. Там, конечно, иногда очень откровенные и иногда даже страшные кадры, но залипаешь в них не на шутку. Это телеграм-канал Диагноз, переходите по ссылке в описании. Ну а сейчас погружаемся в карты мозга. Поехали! Когда первый раз сталкиваешься с снимками КТ или МРТ, например, когда я пришел первый раз в клинику, я не понимал ни черта. И это занимает какое-то время понимания, что, где, как находится. И поэтому придуманы уже давно некоторые знаки и принципы, которые помогают нам разобраться, что, где, как находится. И, конечно, это очень-очень важно не только нейрохирургу, но еще любому человеку, который хочет разобраться, что, к чему, например, на снимках компьютерной томографии головного мозга. Все знают, что в головном мозге есть лобная, височная, темная, затылочная доля, еще и островковая доля есть, да. Но как же разобраться, где проходят границы между ними? И не просто на атласе, где они могут изображаться разными цветами, но и на снимках компьютерной томографии. И в этом нам помогает центральная извилина. Центральная извилина, которую на снимках КТ или МРТ нам помогает найти кое-какие принципы. Например, если мы посмотрим на вот этот снимочек, мы увидим так называемый перевернутый знак Омега. Вот тут он находится, да. Или вот такой знак Омега. Я думаю, многие из вас видели. Вот эта штука помогает нам понять, где центральная извилина. Есть еще несколько принципов, которые помогают нам определиться, где она есть. Так и напишем. Сулькус централиз. Она отделяет лобную и париетальную, так скажем, то есть именную доли. Но как еще мы можем определить? Потому что не всегда один знак работает, не всегда одинаково можно определить на КТ или МРТ вот эти штуки. А тут нам помогает знак, который очень легко здесь различим. Например, знак усов. Представим, что вот тут такие красивые усы. Можно вот так вот даже называть. Такие модные усы. И если мы нашли вот эти усы, или иногда можно найти просто улыбочку, которая находится в этом же месте. И кпереди или на этом снимке выше следующая борозда, которая идет, то она будет центральной бороздой. Также можно отличить, если мы не совсем уверены в этом, то вот это расстояние будет больше, чем вот это расстояние. Потому что прецентральная извилина, а это у нас прецентральная извилина, гирус прецентралис, а это гирус постцентралис. Это извилина отвечает у нас за движение, а это уже за чувствительность. Конечно, потом глубже в мозге все это переплетается. И все наши движения мы регулируем в том числе и с помощью чувствительности. И вот эта зона отвечает за движение, а вот эта за чувствительность. И в этой же зоне, в зоне, отвечающей за движение, или прецентральной извилине, есть так называемый узелок, который как раз-таки находится в этом знаке омега. И вот эта область отвечает за движение рукой. То движение, без которого мы уже жить не можем. Потому что каждый день мы сталкиваемся, мы должны что-то выполнять рукой. Тем более, если мы правши, то правой рукой. Если левши, то левой. Но тем не менее, едим, зубы чистим. И другие люди, которые, например, связывают свою жизнь с профессией, например, с музыкой, музыканты, они движениями рукой зарабатывают на жизнь. В том числе, кстати, и хирурги. И вот в этом месте, если располагается какая-то опухоль или какое-то другое патологическое образование, то, конечно, сразу это сказывается на движении руки, на моторике нашей кисти. И в первую очередь на большом пальце, потому что за движение большим пальцем отвечает огромное количество мышц. Я думаю, вам уже стало интересно, как все это выглядит на самом деле, и как мы определяем, например, связана ли клиническая картина или симптоматика у пациента с картинкой, которую мы имеем на компьютерной или, в данном случае, магниторезонансной транспорте. Конечно, одной из самых важных функций нашей нервной системы головного мозга является речь. Благодаря речи вы сейчас можете смотреть этот ролик. И если вы можете смотреть и понимать меня, и вам нравится, что мы делаем, то обязательно ставь лайк и подписывайся на этот канал. Так вот, конечно, если мы посмотрим на сагитальный срез, срез, который проходит вот так через нашу голову и немножко сбоку, то мы увидим так называемую сильвию в ущелье. Сильвию в ущель для нейрохирургов – это одна из важных штук в нашей голове, потому что если ты умеешь делать диссекцию вот этой сильвии в ущелье, то ты владеешь микрохирургической, нейрохирургической техникой. И здесь ее очень легко разобрать. Вот она вот так вот идет. И отделяет она между собой височную долю. Вот эта вся височная доля. И лобную долю. И, конечно, многие из вас уже знают, что в классическом представлении есть два центра речевых, которые и отвечают за наше речевое, либо распознавание, либо произведение. Есть моторная речевая зона, зона брака, и воспринимающая речевая зона, зона верники. То есть если мы воспринимаем речь и понимаем ее, то за это отвечает зона верники. Если же мы вот сейчас, как я делаю, говорим, то за это отвечает зона брака. И если в классическом варианте зона верники поражена, то иногда человек не может понять другого человека. Хотя они разговаривают на одном языке, пациенту кажется, что с ним говорят на каком-то иностранном, неведомом ему языке. Но это в классическом варианте. Сейчас, конечно, немножко это все более сложно устроено. Мы это понимаем. Но, тем не менее, определиться, где эти зоны находятся на МРТ нам обязательно нужно. И вот тут мы можем встретить такой М-знак. И вот эта правая часть зоны М, я бы даже нарисовал его красным, это будет такой Макдональдс. Представим, что это у нас в голове Макдональдс. Но если мы будем много есть из Макдональдса, то в голове у нас будут только холестериновые бляшки. И это принесет нам только инсульт и повреждение всех этих зон. Надо это помнить. Так вот, вот эта часть, вот эта вот часть буквы М, правая часть буквы М, и включает в себе зоны брака. Зоны, отвечающие за воспроизведение речи. Если же мы говорим о зоне вернике, то она уже находится в задних отделах височной доли. Она находится где-то вот здесь. Вот именно эта часть и отвечает за речевое восприятие. Если опухоль или гематома, или какое-то другое патологическое образование находится в этой или вот в этой зоне, то это, конечно, прямым образом отражается на наших речевых функциях. Конечно, если это находится в доминантном полушарии, но в большинстве случаев это левое полушарие, оно доминантно у правшей, но и у левшей иногда левое полушарие тоже является доминантным. Это не нужно забывать. Одним из самых интересных представляется срединный срез, горизонтальный срез головного мозга, потому что здесь проходят глубинные структуры, связи между корой и нижними отделами нервной системы, также все такие базальные ганглии, в которых очень сложно разобраться. И вот тут мы видим сразу, что белое вещество отличается от серого вещества. Причем на снимке МРТ в режиме Т1 мы видим, что вот эта кора полушария, она выглядит более светлым, а белое вещество, наоборот, серым. И в этом сером веществе есть фрагменты белого вещества, например, вот эта область, это головка хвостатого ядра, вот здесь скорлупа находится, и рядом с ней бледный шар. Вот эти все фрагменты серого вещества, они входят в так называемую древнюю стреополидарную систему, вместе с черной субстанцией, вместе с другими отделами головного мозга, они регулируют координацию движений, моторику правильную. Если в этом механизме появляется проблема, то возникает болезнь Паркинсона, и с этим уже могут бороться нейрохирурги. Тут же мы можем увидеть таламус, тут находится таламус, где проходят волокна, которые отвечают за чувствительность и за разные виды чувствительности. И очень важно для нас, что здесь также проходят проводящие пути внутренней капсулы, так называемая внутренняя капсула, которая идет вот так, и вот сюда. И где-то в этой зоне проходит так называемый кортикоспинальный путь, путь, который отвечает за движение от нашей коры до кончиков пальцев, так скажем, до, на самом деле, до мышц, конечно. И если происходит инсульт, а именно в этой области чаще всего образуются гематомы, например, путаминальные гематомы, бледный шар, это и есть путамин. Именно здесь, в этой зоне, подходят конечные сосудики от артерий головного мозга, и они проще всего изменяются, извиваются во время гипертонической болезни. Если вы давление не контролируете, то эти сосуды извиваются, извиваются и в конце концов могут лопнуть. И здесь образуется гематома. Гематома, которая повреждает здесь все, в том числе вот этот самый кортико-спинальный путь. И в связи с этим человека парализует. И одна часть туловища, противоположная, потому что здесь у нас ниже идет перекрест волокон, она не двигается после вот такой гематомы или геморрагического инсульта. Ну и, конечно, нам важны те структуры, которые находятся глубже. И вот здесь, на этом срезе, ставьте лайк, если сразу угадали, диснеевского персонажа Микки Мауса. Вот такой у нас Микки Маус. Похож действительно на мышь. Может быть, у меня не очень хорошо получилось его порисовать, но тем не менее, я думаю, всем видно. Если так мы сделаем, то он совсем похож на мышку. В этом случае на какого-то медвежонка. Но, тем не менее, это средний мозг и ножки мозга, уши Микки Мауса. Это ножки мозга, которые в себе несут куча волокон, которые соединяют высшие и низшие лежащие структуры. Конечно, этот Микки Маус очень-очень важен для нас, потому что в этом Микки Маусе расположены и центры, которые отвечают за давление, за частоту сердечесохранения, сокращение, за дыхание. И эти структуры, если повреждены, они могут повлечь за собой смерть в ближайшее время. Это мы смотрим с вами уже компьютерную томографию. И в этом рисунке или в этом слое можно разобрать уже не Микки Мауса, от другого героя. Скорее он похож на Дарта Вейдера. Дарта Вейдера, который вот так тяжело дыша показывает нам, где находится Воролив мост. Ведь если там будет какая-то патология, например, гематома, кровоизлияние или, не дай бог, опухоль, то тогда дышать человеку действительно будет тяжело. И тут уже счет идет на часы, сутки, потому что если процесс продолжается в мосту головного мозга, в Вороливом мосту, то это, конечно, чревато отеком всего ствола головного мозга и даже смерти. Вот такой экскурс в так называемые карты головного мозга или погружения, такое путешествие по КТ и МРТ маленьким снимочкам мы сделали сегодня. Если тебе понравилось, напиши в комментарии, что именно тебе понравилось. Или, может быть, ты хочешь еще таких роликов, потому что есть много чего рассказать. И, конечно, ставь лайк и увидимся в новых выпусках. Это был Мамедыч. Пока.